Ну, хочется пожелать, конечно, крепкого здоровья в первую очередь, ну и, конечно, долгих лет жизни, потому что у нас юбилей 110 лет предприятию будет на следующий год, поэтому хочется, чтобы она с нами встретила, ну и потом 110, 120, 130 и так далее, чтобы она была рядом с нами. Тёплые слова поздравлений легенде городской электросети Валентине Поликарповой. Сегодня часы её жизни пробили ровно век. Казалось бы, в этом возрасте ничего уже не страшно, а именинница волнуется в ожидании гостей. Здравствуйте. Мы к вам пришли. Именинницу вашу поздравить. Проходите, проходите. Внимание Валентина Алексеевна привыкла отдавать другим. Почти четыре десятилетия контролировала состояние потребителей электроэнергии. Пришла на работу совсем юной, в 17 лет. На дворе тогда был 1939 год. Начала свой путь счетоводом, потом перевели на должность контролёра абонентского отдела, а в 41-м на порог пришла война. Это самые тяжёлые годы. Приходилось работать в две смены, питаться чем придётся. На ужин крупа, картошка, до 500 граммов тёмного, как земля, полусырого хлеба. Но даже эти воспоминания не тяжёлый груз, а страницы жизни. Они научили быть сильной, ценить моменты. Всё, всё пережила. Я всегда так думаю. Девчонки, как хотите, вы верите, хотите, нет. Что бы ни случилось, я сяду, посижу, подумаю, как из этой, выйти из этой, как это называется, случая. И всё. Так, чтобы не принимало больно. Ну, случилось, значит, я должна это ликвидировать. Хвастаться Валентина Поликарпова не любит. Скромно рассказывает даже о самых больших своих достижениях. О чём поведать миру действительно есть. В семейном доме на почётном месте ордена и медали. Одна из них за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Многих, с кем трудилось плечом к плечу, уже нет в живых. А вот их дети, внуки, по сей день навещают легенду предприятия. Поздравить приехали и родственники с Ростова-на-Дону. Именинница смеётся, говорит, уж и не чаяло дожить до такой даты. А в ответ слышит лишь слова поддержки и любви от родных. Не сдаются сердца, им не нужен покой. Не стареют душой, не стареют душой ветераны. Ветераны Второй мировой. С Валентиной Алексеевной и её семьёй мы жили в одном дворе. Просто вот навстречу двери один домик, второй домик. Из этой двери выходишь, из другой двери выходишь, навстречу друг другу. Каждый день. Поэтому именно вот близость такая была именно. Что в одном дворе, не как сейчас, по квартирам разбежались, двери позапирали и сидим. Дверь в своё сердце Валентина Поликарпова не закрывает и в свои сто лет. На вопрос, в чём же секрет долгой жизни, смеётся. Говорит, нет инструкции. Ей помогла страсть к работе, активный образ жизни, любовь. Улыбаться в лицо всем ненастьям научил муж. Даже после его смерти в 1987 году огонь в глазах не погас. Силы жить предавали дочь и зять, а позже ещё и внучка. Все они вырвали Валентину Алексеевну из лап болезни в начале года. Отмечают, мама всегда о нас заботилась. Теперь пришёл наш черёд. Никогда не била, никогда не ругала. Не бежала никогда никого. Всегда приветливая. И подруги ко мне приходили, чего всегда она и чаем напоит, и если, как говорится, что, и накормит, и всё. Самое главное – здоровье, чтобы было. Чтобы силы после болезни прибавились, конечно. Да всё будет нормально. Сейчас Валентина Алексеевна на пенсии. На заслуженный отдых ушла в 1977 году. Тогда ей исполнилось 55 лет. В свободное время вышивает картины. Каждый относится с трепетом. И пусть зрение порой подводит, руки всегда тянутся к делу. Команда Управды ТВ передаёт самые тёплые поздравления имениннице. Пожелание только одно – никогда не стареть душой. Встречать каждый последующий день рождения с блеском в глазах.